Всем привет, с вами Тандер, и сегодня мы немного поговорим об RLS War Thunder. Начнем с предисловия. Дело в том, что изначально я хотел сделать подробное видео про RLS в реальной жизни и игре, но, начав собирать информацию, я осознал, что нужно создавать или лекцию на несколько часов, или стараться донести только самую важную информацию, и, как вы поняли, я выбрал второй вариант. В этом ролике будет собрана основная информация по RLS воздушного и наземного базирования в игре, при этом не будет затрагиваться и рассматриваться вооружение с RGSN, так как для него нужно уходить в другую степь. Если же вы заинтересованы в материале, который связывает все аспекты воздушного боя в единое целое, то рекомендую посмотреть вам мой ролик про воздушные бои, там собрана вся самая важная информация. RLS в игре можно делить по-разному, на разные категории и подкатегории, и эти группы будут сильно перекликаться между собой. Так что вместо группировок мы пойдем по простому пути, рассмотрим все и постепенно. Итак, первое, что нужно понимать, это сам принцип работы любой RLS в игре, без исключения на данный момент. Базис, на котором строится все. RLS, она же радиолокационная станция, или по-простому радар, основывается на принципе отражения радиоволн. Вне зависимости от выбранного вами режима работы, RLS посылает радиосигнал и с помощью алгоритмов и принимающего устройства, принимает отраженный сигнал обратно, выделяя для вас потенциальные цели. Сам по себе радар, по сути антенна, излучает сигнал не только в определенную точку, а повсюду вокруг. Область, она же луч, место, в которое направлен наиболее сильный сигнал, называется главным лепестком. И именно эта область служит основной как для самого поиска и удержания цели, так и для захвата и наведения различного вооружения. Помимо главного лепестка, как несложно догадаться, есть и вторичные лепестки. Это области распространения излучения вне главного луча. Абсолютное большинство радаров на данный момент в War Thunder использует определенный паттерн сканирования пространства, будь то RLS ЗРК или же RLS на самолете. Почти всегда так называемый проход будет строиться по одной и той же схеме. Проход радара начинается слева сверху, потом движется направо, спускается на следующую полосу и движется в обратном направлении. И так пока не будет покрыта вся область. По достижению конечной точки луч радара может вернуться в исходное положение, двигаясь прямо вверх. Это называется одностороннее растровое сканирование. Или же луч пройдет весь путь в обратном порядке. Это называется двустороннее растровое сканирование. Как можно понять, каждый проход радара на новой высоте называется полосой. Количество полос и высота каждой полосы, которая измеряется в градусах, определяет ширину сканирования по оси высоты. А ширина сканирования по оси Азимута определяется тем, насколько далеко в сторону сканирует радар. Также в игре существует коническое сканирование. Это аналог растрового сканирования, при котором лучи радара смещаются от центра на несколько градусов, вращаясь против часовой стрелки, образуя конус. Помимо этого, в игре существуют постоянно обновляющиеся радары. Это редкие представители класса, например, радары, установленные на самолетах Германии периода Второй мировой войны. Такие РЛС постоянно излучают и принимают отраженный сигнал. Исходя из ранее сказанного, следует, что чем меньше заданный сектор обзора РЛС, тем быстрее луч будет проходить весь сектор. Следовательно, обновление целей будет происходить быстрее. Это актуально для РЛС с механическим движителем антенны во всех режимах. SNP с фар действует по другой схеме. Важно знать, что каждый радар обладает таким параметром, как сила излучения, грубо говоря, мощность в игровом понимании. Заявленная дальность радара, которая указывается, например, в карточке, вовсе не означает, что вы будете видеть любую цель на этой и меньшей дистанции. Обычно дальность указывается для типовых целей, ЭПР которых равно 1 квадратному метру или 2 в редких случаях. То есть разные объекты могут быть обнаружены на разной дистанции. ЭПР это эффективная площадь рассеяния. Количественная мера свойства объекта рассеивать электромагнитную волну. Используется для оценки радиолокационной заметности цели. Наконец-то давайте рассмотрим режимы работы РЛС, в данном случае воздушного базирования. ПСК. Основной импульсный режим. Хорошо сбивается дипольными отражателями и чувствителен помехами от земли. ПСК-ИД. Доплеровский режим. Менее восприимчив к помехам, но требует разницы скоростей между самолетом и целью. ПСК-ИДС. По сути это тот же доплеровский режим, однако в данном случае цели фильтруются и показываются не по дистанции до них, а по скорости сближения. К тому же в этом режиме существует слепое пятно, если рассматривать первые версии, зависящие от вашей скорости. То есть никакая цель от нуля до вашей скорости не будет видна. СДЦ. Селекция движущихся целей. И да, по факту это копия ПСК-ИДС, но работа этого режима обусловлена некоторыми параметрами, такими как угол относительно горизонта и высота носителя. Данным режимом в игре обладают МиГ-23 и Мираж F1. СНП, он же ТВС, позволяет сопровождать одну или несколько целей в мягком захвате, продолжая сканирование. Аналогом для ранних F-15 служит режим СПР-ОБЗ, сопровождение обзорное. ППС указывает, что радар показывает только цели, которые двигаются с положительной относительной скоростью, идущие навстречу. Это повышает дальность и устойчивость захвата, например ПСК-ИД-ППС или СНП-ППС. СПР-ПМТ позволяет временно запомнить параметры целей, вышедшей из зоны сканирования, и попытаться захватить ее при возвращении. Для работы по наземным целям также существуют схожие режимы. ПСК-НСДЦ и СНП-НСДЦ, где НСДЦ – это селекция наземных движущихся целей. Помимо основных режимов работы, у РЛС есть также режим ближнего боя. Отличается он тем, что область поиска кратно сужается, при этом сила излучения увеличивается. Режим ближнего боя идеально подходит для мгновенного захвата любой цели в секторе, а также часто может служить прекрасным инструментом для захвата целей за пределами обычной зоны сканирования. Например, вертикальный строп отлично подходит, если у самолета нет НСЦ, а схватка перешла в ближний бой, где нет возможности разместить врага в стандартный сектор на большое количество времени. Сюда же относится и ранее названный НСЦ – нашлемная система целеуказания, с помощью которой вы можете захватывать цели вручную, направляя радар. Радары бывают механические, где движение происходит с помощью механизма, и другие, использующие метод изменения амплитудно-фазового распределения токов или полей возбуждения на излучающих элементах, то есть фар. На самом деле, если категоризировать разделение на эпохи по технологии передачи радиосигнала, было бы правильнее разделять радары на шар и фар. Но в рамках ролика и игры я считаю, что разделение на фар и механику тоже имеет место быть. Основным отличием является скорость сканирования, мощность сигнала, возможность мгновенного и перманентного обновления целей. Сам же фар делится на пфар и афар – пассивную фазированную антенную решетку и активную. В реальной жизни разница между ними в принципе излучения. Пфар, в отличие от афар, не содержит активных устройств, то есть, грубо говоря, пфар изменяет сигнал разделением от основного источника, когда же афар сложен из сотен активных источников, благодаря чему может быть произведена более гибкая настройка паттерна сканирования и прочих характеристик. В игре же разделения между пфар и афар нет. Тем не менее, разница между механическими радарами и фар заметна сразу же. Но для этого давайте поговорим об обновлении целей. Если в режиме ПСК или СНП и некоторых производных все ясно, обновление целей происходит, когда луч радара проходит по цели, обновляя информацию о ней, то в режиме СНП все немного иначе. Если RLS оснащена функцией СНП+, то обновление целей в режиме СНП будет происходить в конце каждого полного прохода сектора при условии нахождения цели в секторе поиска. Фар RLS позволяет выйти за эти пределы. Частота обновления единожды обнаруженной цели исчисляется десятками в секунду, а каждая обнаруженная цель отслеживается, пока находится в общем секторе обзора радара, не требуя удержания активного сектора сканирования на ней, что позволяет получить полную и постоянную информацию о всех обнаруженных целях при соблюдении условий. Захват и удержание цели или же самонахождение цели может быть осложнено в связи со множеством условий. В режиме ПСК RLS не может удерживать или видеть цель, если та находится на фоне поверхности, при условии, что дистанция от RLS до цели дальше, чем от цели до поверхности. В режиме ИД RLS не может обнаруживать цели, скорость которых слишком мала и входит в слепое пятно. Обычно это скорости меньше 30 метров в секунду. При этом важно помнить, что скоростное окно разное для цели, захваченный в жесткий лог или мягкий, или же при простом поиске, так как мощности у RLS в каждом случае могут отличаться. Говорить по поводу наземных RLS можно много меньше, чем по поводу воздушных, банально из-за того, что принципы абсолютно те же самые, к тому же большинство RLS наземного базирования доплеровские. Так что как-то выделять или рассматривать их отдельно смысла нет. Немного затронем тему антипода. Антипод – это название эффекта ухода-захвата из-за переотражения сигнала, когда цель находится на высоте ниже 60 метров. Выражается это тем, что метка захвата цели уходит тем ниже, чем ниже самолет поверхности. Тем самым летя на высоте меньше 60 метров над поверхностью, вы становитесь очень сложной целью для любого радарного вооружения. Отображение радарной высоты вы можете включить в настройках. Опять же, использование антипода сопряжено со множеством условий, которые касаются вооружения, применяемого по вам. Давайте коснемся управления RLS. Повторю свой блог из моего же видео про воздушные бои. Рекомендую вам переключить индикацию радара на прямоугольную из-за того, что на ней намного лучше понятно расположение целей, дистанция, а также она больше, что дает удобство ее использования. Об этом чуть позже. Делается это в параметрах игры раздел «Основные параметры» под раздел «Самолетные боевые настройки». Вам нужно поставить во включенное положение тумблер использовать прямоугольный индикатор RLS, циклическое переключение целей, авиационный RLS и фиксированный угол наклона RLS. Нужно сделать небольшое отступление. Если вы не поставите циклическое переключение целей, а также фиксированный угол, то вы сами сможете вручную выбирать цель до захвата. Но для этого вам потребуется назначить еще больше кнопок. Я считаю, что этот вариант уже для продвинутых пользователей и в большинстве случаев он избыточен. Что же касается настройки управления RLS, то по сути вам нужно все. То есть переключение, смена режима работы, дальний ближний бой, смена режима обзора, смена масштаба, а также выбор цели и, конечно, захват цели RLS-OLS. Теперь давайте подробно разберем всю возможную индикацию на RLS. Начнем с воздушных RLS. Индикация RLS может быть разделена на три основные версии, если так можно сказать. PPI, S-область и B-область. Индикатор положения плана, он же PPI. Данный индикатор используется в игре по умолчанию и имеет форму сектора с видом сверху на пространство перед самолетом, где центр, то есть сам радар, расположен снизу. Расстояние до цели показывается удалением от центра, а угол отклонения от центральной линии показывает азиму цели. Слева показываются лимиты обзора RLS в градусах по углу места, вместе с тем показывается текущее положение RLS. Снизу показывается текущая зона сканирования по азимуту и углу места. Справа пишется текущий масштаб. При выборе вооружения будет показываться по возможности зона пуска. B-область применения. Это альтернатива PPI, по сути, с тем же функционалом. Советую использовать именно этот режим радара, так как он позволяет легче различать цели на близких дистанциях и в целом из-за размеров дает лучшую визуальную осведомленность. Сверху показывается выбранный режим RLS. Правее масштаб, слева текущий сектор поиска. Внутри рамки сверху показываются максимальные углы отклонения RLS по азимуту. Справа за рамкой пишется общий угол обзора по азимуту. Слева за рамкой пишутся углы работы радара по углу места. Также обозначается текущее наклонение. На индикаторе B-области применения намного лучше видны рабочие зоны для вооружения и относительное местоположение целей читается намного легче. Принцип такой же. Чем ниже на индикаторе, тем ближе. В обоих этих случаях полосы на индикаторе радара несут смысл. Вертикальные полосы обозначают 15 градусов по азимуту от центральной оси, а горизонтальные всегда делят текущий масштаб на 5 подчастей. Сами цели выделяются кружочком в режиме SNP. Выбранная цель обозначается вертикальными полосами по бокам. Также рисуется вектор направления цели. В режиме кроме SNP цели обозначаются квадратом. Еще одной разновидностью является S-область применения, которая отображает, грубо говоря, вид от радара, а не взгляд сверху на пространство. Исходя из этого, можно понять угол места цели и азимут, а вот дистанцию понять не получится. В целом, обозначения точно такие же, как и для других типов отображения РЛС. Что касается наземной индикации, то система там почти такая же, а в текущих реалиях с наличием ИКО и объяснять ничего не нужно. Просто помните, что, как и на воздушных радарах, на некоторых наземных РЛС можно и нужно настраивать и правильно использовать сектора сканирования. Как известно, некоторые игроки способны эволюционировать и использовать маневры, чтобы сбить захват, тем самым усложняя наведение по ним вооружения или просто отслеживание их. Основой всех маневров является НОЧ-Онж-3.9, названный, как можно догадаться, из-за специфического положения, в которое должен поставить себя защищающийся относительно источника радиоизлучения, чтобы нейтрализовать его. Специфика доплеровского смещения, на котором основан ИД-режим и абсолютное большинство всех современных и не очень РЛС не позволяет захватить цель со слишком малой тангенциальной или же радиальной скоростью. Чтобы нивелировать оборонительные действия цели, вам нужно изменить курс таким образом, чтобы угол между вашим РЛС и целью был как можно дальше от 90 градусов. То есть, если враг встал в 3.9 относительно вас, измените траекторию и постарайтесь лететь параллельно врагу, сбавив скорость. Это как пример. Если ваш режим радара просто импульсный, то следите за тем, чтобы фон цели был чист. Если вы хотите узнать более подробно о ракетах и взаимодействии вооружения и РЛС, то рекомендую посмотреть мой ролик про воздушные бои. Также хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал. Там очень много интересной информации, как по игре, так и по ему творчеству. И вам всегда там могут помочь и ответят на все возможные вопросы по игре. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok